Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Десятки минут лежат в кустах При этом Warface проходит действия его в ближайшем будущем Но без научной фантастики Вроде там нанокостюмов Максимум нам показывают Эгрескелеты И какого-то гигантского робота Ну не гигантского, так 2-3 человеческих Родства управляемого роботом Ничего такого фантастического И они выступают в качестве босса Вообще какая механика у игры Есть 4 класса Штурмовик, который вооружен бинтовкой И может подкидывать друзьям патрона Не шевели, я подлатаю тебя Медик, который бегает с дефибриллятором И лечит, соответственно, решает союзников В бою он использует шутган Затем идет инженер, который все ожидаемо минирует Может чинить броню союзников И стрелять от пистолетов-пулеметов Ну и особняком немножко стоит снайпер Который никому так напрямую не помогает Скорее прикрывает просто издалека своих друзей Но никак с ними, скажем так, не взаимодействует О взаимодействиях, нужно сказать, еще пару слов Дело в том, что на уровнях есть довольно много точек Где вы можете помочь союзнику, допустим Скарабкаться на какой-то балкончик, на крышу здания Просто перелезть через забор и обойти противника, допустим, с тыла Садитесь в вертолет Вообще Крайтек делает большой упор именно на командную игру Опять же, не как в баттлфилде А скорее точечную помощь своему союзнику Без такой помощи невозможно обойти в боях с боссами Вокруг них нужно активно бегать, маневрировать Постоянно отвлекать с огонь на себя Заходить с разных сторон и стрелять, предположим, по изминам Место на стене, пока один там отвлекает, бегает, другой издалека гуляет по батареи Там на стене крутого босса закрованного броню Я как рад вовремя Есть еще традиционный певи-пи-режим То есть соревновательный мультиплэр На мой взгляд, вообще не отличается от фондерного фэра В том плане, что и режимы те же, и темп примерно такой же И карты такие же маленькие, тесные Но за счет взаимопомощи он выглядит немного интереснее, чем Call of Duty Еще одна фишка в механике игры — это подката Можно хорошо разогнаться, плюхнуться на задницу и проехаться на ней несколько метров В основном фишка, наверное, будет востребована в соревновательном мультиплеере Потому что удобно уходить с линии огня, подкатываться там к противнику Садить в него заряд из шутгана Или проскользнуть быстро в какую-то низенькую узкую дыру Вообще впечатление игра создает крайне приятное Мне, например, человеку, не играющему в бесплатные шутеры Хочется ее попробовать после релизы, когда все доведут до ума Немного опасения, самое главное, с бесплатными играми То, что могут испортить все монетизации Пока об этом вообще предпочитать не говорить Наверное, повторяют разработчики, что для них главное — сделать отличную игру А бизнес-модель мы потом как-нибудь прикрутим Честно говоря, верят с трудом такие заявления Но оставим их на совести разработчиков Посмотрим, что как там будет, когда игра выйдет и заработает полную силу Вы, gentlemen, are war-faced Если вы хотите easy, вы выберете правильную сторону Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok